Президент Алмазбек Атамбаев принял заведующую отделением детской онкологии и гематологии Национального центра онкологии Гульнара Джунушалиеву. Заведующий рассказал о главе государства о трудностях, с которыми сталкивается отделение в реформировании онкологической службы. В первую очередь они связаны с нехваткой медикаментов и врачей, а также с необходимостью дальнейшего улучшения условий лечения детей. Президент отметил, что государство должно усиливать помощь отечественной медицине и создавать необходимые условия для лечения детей с тяжелыми заболеваниями. Глава государства вручил Джунушалиевой сертификат на 2 миллиона сомов в качестве финансовой поддержки отделению детской онкологии и гематологии на приобретение медикаментов. Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Джугар-Кукинеша сегодня рассмотрел вопрос о предложении премьер-министра об изменении структуры правительства. Так предлагается образовать Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования, Государственный комитет информационных технологий и связи. Также предлагается преобразовать Министерство сельского хозяйства и мелиорации, Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, а Министерство транспорта и коммуникации, Министерство транспорта и дорог. В ходе обсуждения депутат Амурбек Бабанов отметил, что в кабинете министров должна быть обеспечена стабильность должности вице-премьер-министра по вопросам обороны и безопасности, независимо от смены главы правительства. Депутат Исхак Масалиев обозначил, что необходимо сохранить основной принцип сокращения количества министров. Вместо этого в новой структуре предлагается образовать два госкомитета. На что Сарамбай Джимбиков ответил, что в исполнительной власти идет повсеместное сокращение. Но к этим вопросам необходимо подходить с учетом всех деталей, ведь в решении многих вопросов на местах нужна мобильность. Депутат Чулпон Джакупова согласилась с мнением, что сокращение должно быть разумным и предложила ускорить внедрение системы электронного правительства, поскольку это существенно экономит бюджетные средства. По итогам обсуждения комитет одобрил предложение премьер-министра об изменении структуры правительства. Сегодня в Ожском управлении социального развития состоялась презентация общественной приемной Министерства труда и соцразвития. Теперь жители Ожской области смогут напрямую обратиться как к главе, так и к специалистам ведомства через видеоконференц-связь, которая будет проходить еженедельно по вторникам с 9 до 10 утра. Общественные приемные созданы с целью совершенствования системы постоянного и прямого общения с жителями отдаленных районов, а также для содействия решению наболевших проблем, расширения правовых возможностей уязвимых групп населения. По данным Минсоцразвития за прошлый год поступило 1309 письменных заявлений. Основные вопросы, по которым обращались граждане, это пособия, льготы и определение группы инвалидности. Граждане города Ож могут обратиться именно через управление социального развития города Ож или же через управление социального развития, которое находится вблизи города Ож, то есть район, это может быть район управления социального развития Узгенского района, Карасуйского района, Орлунского района, то есть близлежащие районы могут обратиться и напрямую они могут обратиться к министру. Сразу даются оперативные консультации или же напрямую можно сразу же дать поручение руководителям районных управлений социального развития, как дальше работать с этими гражданами. Кибербезопасность и предотвращение радикализма посредством интернета – основная тема начавшегося в столице форума по управлению интернетом. Для участия в нем сегодня собрались представители крупнейших IT-компаний Центральной Азии. На повестке дня несколько ключевых вопросов, в числе которых улучшение коммуникации между представителями интернет-сообществ. Подробности в нашем следующем материале. Переду к своему выступлению. Я вот послушал приветствие. Мне хочется сказать чуть-чуть от себя, но по теме форума, не по теме того… В столице проходит первый Центрально-Азиатский форум по управлению интернетом. Организаторами мероприятия выступили Министерство транспорта и коммуникаций и Общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики». С приветственным словом к участникам форума обратился первый вице-премьер-министр Мухаммед Калы Абулгазиев. На сегодняшний день во всем мире сети интернет подключены более трех миллиардов пользователей, или порядка 50% населения всех стран мира. И Кыргызская республика, как одна из бывших республик Советского Союза, сравнительно недавно начала уделять активное внимание развитию информационно-коммуникационных технологий. И уже сейчас около 90% нашей территории оплачены мобильными сетями связи. Целью проведения международного форума является установление благоприятного климата для обсуждения вопросов о проблемах управления интернетом в Центральной Азии. В ходе мероприятия пройдут круглые столы и дискуссии, на которых обсудят темы интернет-индустрии, преодоление цифрового неравенства в Центрально-Азиатском регионе, а также национальной стратегии по кибербезопасности. Свобода информации является основным правом человека и представляет собой критерии всех видов свободы, в защите которых объединенные нации себя посвятили. Я очень надеюсь, что наша совместная работа даст импульс всему тому, что связано с развитием интернета в Центральной Азии, в пяти центрально-азиатских государствах и, в первую очередь, Кыргызстане, действительно миролюбивой, доброжелательной, гостеприимной стране, в которой так всегда приятно находиться. Участие в форуме принимают не только отечественные эксперты по исследованию безопасности интернет-пространства, но и зарубежные представители международных институтов и крупных компаний. Я искренне рад находиться в вашей стране. Я считаю очень важным проведение такого мероприятия, потому как проблемы, стоящие перед обществом, использующим интернет-пространство, всегда актуальны, и я надеюсь, что по завершению форума мы придем к какому-либо решению. В ходе форума участника заявили, что ситуация в отношении безопасности на просторах интернета дестабилизирована по причине внедрения новых технологий, а также политической обстановки в связи с угрозой распространения экстремизма в Центрально-азиатском регионе. По словам организаторов, именно это является главной проблемой управления всемирной сети, которую нужно решить, ведь интернет является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Сабина Вадянова, Амана Матулу. Новости телевидения. Пирамида. В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие. Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ГСБ. Установлено, что частный предприниматель без наличия соответствующей лицензии осуществлял незаконную деятельность по установке трансформаторов, линий электропередач, опор, а также занимался поставкой электротоваров. В результате незаконной деятельности он получил доход на общую сумму 1 млн 318 тысяч сомов. По данному факту возбуждено уголовное дело в виде соследствия.